Моя игра, моя игра Моя игра, моя игра Я долго просил своих родителей, чтобы они меня отвели в хоккейную школу Но в то время еще, я был, 9 лет мне было И набирали в хоккейную школу чуть попозже, наверное, лет с 11 Поэтому, в общем-то, не было возможности Но в один прекрасный момент у отца оказался знакомый Который был тренером в хоккейной школе «Сокол» Это завода техприбор в Питере Я поехал на тренировку Тренер сказал, что я могу оставаться тренироваться И так я попал в руки своего первого тренера Евгения Олеговича Табулкина Я никогда свои личные заслуги не ставил Во-первых, задачи у меня никогда не было И все, что я выиграл, я благодарен только командам, в которых я играл И своим партнерам Поэтому я хочу сказать, что мне повезло с партнерами и с командой Я даже, когда приехал в НХЛ Я помню, один раз катался один на льду И так смотрел по трибунам И думал, что я уже в НХЛ И здесь садятся 18 тысяч зрителей Которые там придут завтра на игру Я даже не знаю, когда я этого понял Может, я до сих пор еще не понял Для меня это была жизнь, в которой я проживал И как-то разбираться в ней, почему я здесь И что я делаю Я не занимался этим У меня просто была одна дорога, по которой я шел И мне некогда было даже посмотреть Или что-то другим заняться Я делал то, что мне нравилось делать Мое любимое дело, так скажем И, наверное, мне все же повезло То, что я прошел длинную дорогу эту Можно отметить вот эту вот Не матч даже, а вот серия Кубка Канады 87-го года, когда мы Три игры 6-5 сыграли Это как-то запоминает Но это из-за того, что был набор игр И одного такого матча нет Не могу вспомнить А Калгари? Калгари это Олимпиада, 88-й год Я точно так же могу вспомнить Нагана, 98-й год Точно так же вспомнить чемпионат мира Там, 84-го года молодежный Каждый турнир, каждый выигрыш Он дорог и желаем вот на данный момент А потом это складывается, в общем-то В частички твоей жизни И какой-либо выделять Я могу выделить только рождение моего Старшего и младшего сыновей И всего этого А игру или турнир нет Я бы не сказал, что мы уезжали вынуждены Никто не думал о деньгах в тот момент Все те ребята, которые поехали в НХЛ В конце 80-х, в начале 90-х Это ребята, которые хотели попробовать свои силы На другом уровне В другой стране, в другой обстановке В другом хоккее даже Поэтому я бы это вообще не сводил бы К финансовому вопросу То, что сейчас они здесь получают Да, они, наверное, приблизительно получают То же самое, что они могли бы получать В Северной Америке Но не надо забывать, что НХЛ 100 лет А КХЛ только 4-й год Вот весь вопрос Тут Хоккей играет не из-за денег Хоккей играет из-за того, что любишь этот спорт И хочется играть Это громаднейший шаг в истории российского хоккея Я считаю, что создание КХЛ Ну, те люди, которые стояли у истоков И у создания КХЛ достойны памятника В первую очередь надо ответить Оксану Ивановичу Медведеву Который вложил всю душу Все свои возможности в это Вы понимаете Начиная с 90-х годов В общем-то, насколько я понимаю Наш хоккей тихонечко умирал И 4 года назад Его просто стали реанимировать Он еще не встал на ноги Как должен быть Но 4 года назад Началась эта реанимация Создание вот этого Кондинентальной хоккейной люди Поэтому То, что делает КХЛ За этот короткий период Это достойно уважения Ну, я думаю, что так и будет Что, в общем-то, многие команды в Европе Хотели бы участвовать в КХЛ И КХЛ стремится к тому, чтобы развиваться Я думаю, что так и будет Что какие-то будут две лиги Одна Евро-Азия-Африканская И Северная Америка Конечно, есть Но как они могут? Они же никуда не денутся Перевестись-то не могут Российская земля Она всегда щедра на таланты Просто их надо увидеть Просто их надо помочь им развиться И попытаться как-то удержать в России У нас есть будущее У нас есть перспектива В первую очередь Нельзя ставить себе задачу Уехать в КХЛ Надо играть в хоккей А потом, когда уже тебя начнут Селекционеры просто рвать на части И приглашать за океан То, наверное, в этом возрасте И надо поехать и попробовать себя Или поиграть Это уже зависит от тебя лично Но я думаю, что КХЛ Все равно перерастет В довольно-таки Конкурентно способную лигу НХЛ И такой задачи не будут стоять Ни перед кем И рассматривать не будут Что надо поехать в Северную Америку Может, североамериканцы Будут сюда приезжать Не знаю Мечтаний нет предела Поэтому Думать и загадывать в будущее Это сложно То есть североамериканский народ Они немножко так Консервативно отделены От всего мира Они живут своей жизнью У них национальный чемпионат Называется Кубка мира Поэтому лишний раз Вырваться куда-то За пределы Атлантики Или Тихого океана Они всегда используют Эти возможности Но если судить По прошлогодним выступлениям В Братиславе То есть над чем работать Если оценивать Эти евро-туры Которые прошли Осенью, зимой И сейчас Вот тоже идут игры То к ним Надо относиться Это в общем-то Как к тренировочному процессу Как к подготовке К чемпионату мира Поэтому Каждый чемпионат мира Может нам принести сюрпризы Но Также надо готовиться К этим чемпионатам мира Мне сказать что-либо О сборной Что она Плохой или в хорошей форме Я знаю Зинталу Хайдаровича Белиндинова Очень долгое время Лидер, руководитель Требовательный Поэтому Я думаю Что на чемпионате мира Мы увидим солидную Зрелую И Команду Которая будет бороться За медали Нет не с многими Но в частности С Каменским Мы созваниваемся Всегда рады Встретить И у нас В общем-то С 85-го года Когда его взяли В ЦСКА Получилось так Что до 2001 года Мы играли все время В одних и тех же командах Там какие-то были Разрывы на полгода Но Играли в одной и той же команде Ну все зависит Наверное уже От желания людей Которые здесь будут Заниматься созданием И организацией Хоккейной школы Плюс В общем-то Я наверное уже повторяюсь На ваш город Этого льда Недостаточно Надо еще Строительство катков Рядом Или в каких-то Соседних районах Но надо Потому что Разрывать этот каток На Социальные программы На Хоккейно-школьные Программы На общественные Это будет очень сложно Вам будет недостаточно Льда Даже для того Чтобы содержать Хоккейную школу Он очень Такой Уютный Хороший стадион В нем Можно проводить Турниры Соревнования Но Надо строить Хотя бы Тренировочные катки Не обязательно С трибунами Но чтобы там был Лед и раздевалки Это мои пожелания Городу Местным жителям Администрации Руководства Ну сейчас Хоккейная школа Уже начинает Набирать Шести лет Даже некоторые Пытаются в пять лет Приводить Своих хоккейстов Ну что время Не стоит на месте Все движется Вперед К лучшему Прогрессируем Поэтому Я не могу судить Правильно это Или неправильно Но Если родители Хотят Чтобы ребенок Занимался И если ребенок Занимается Почему нет Надо расценить Это нормально Дать возможность Пускай попробуют Пускай ценят себя В этом деле Нельзя заставлять Потому что Ребенка заставляешь Чем-то заниматься У него наоборот Кажется Реакция работает В другую сторону Нет, я его ждал Мне уже было 37 лет Поэтому В общем-то Мне хотелось уже Закончить Честно Ну это все зависит От человека Наверное больше Человек может привыкнуть К любым условиям Поэтому Закончатся твои Дни Когда ты живешь По расписанию Когда ты думаешь О соревнованиях Об игре Потому что Играя Что есть еще Помимо спортивной жизни Обыкновенная Простая жизнь И она очень интересная И начинаешь думать Что надо Раньше закончить И говорят Оказывается Не только Спортивная жизнь Есть А есть еще Вообще Просто жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И цель одна Со мной все нормально Ну и что, что кровь из носа Со мной все нормально Просто я стал очень взрослым